Впервые за многолетнюю историю Ярославского зенитно-ракетного института на стрельбы едут и представительницы прекрасного пола. Их учеба подходит к концу и, как положено, курсанты в юбках отправились закрепить теорию практикой. Провожала девушек в погонах Марина Смарагдова. Не курсистки, а курсанты. Впервые за всю историю института на полигон отправляется женское подразделение. Неделя на полигоне, говорят офицеры, пролетает незаметно, хотя, собственно, стрельбы занимают один день. Все остальное – это подготовка. На ушелуке в астраханских степях многие бывали неоднократно, даже точную цифру затрудняются назвать. Девушки в общем процессе занимают отведенное тактикой место. Их специальность – радиотехника, автоматические системы управления. И если говорить о состоянии, которые мы сейчас испытываем, то это, естественно, эмоции, во-первых, переполняют, а во-вторых, это новая местность, новый климат, это очень интересно, и мы идем к этому с радостью, действительно. На торжественном построении все уже собрано и, так сказать, упакованы. Девушкам никаких привилегий. Едут, как и положено военным, не в мягком автобусе, а наравне с мужчинами. В КАМАЗы грузится все самое необходимое – личные вещи, вода, сухие пайки. Еще одно отличие этого года – на полигон выезжает большое количество офицеров. Стрельбы на полигоне, хоть и учебные, но очень ответственные. По сути, самый главный экзамен – на профпригодность, меткость, быстроту. Не только курсантов, но и офицеров. Начальник училища Андрей Ильиных на полигоне встретит полувековой юбилей. Он и родился в день космонавтики. Два полка, они лично состав полностью из преподавательского состава. И, соответственно, полк сформирован из курсантского состава. Чтобы преподавательский состав также не терял навыки применения, оружия, на которое они обучают, то теория теории, практика должна быть. Это специфика военных училищ. Погрузка в военный Иль не занимает много времени. В небе ракетчики проведут более двух часов. Но мыслями уже там, далеко от дома, узнали погоду. В астраханских степях идет дождь со снегом. В Ярославле ясно и ветрено. В следующем году исполнится 55 лет самому полигону, где оттачивали свое боевое мастерство страны Варшавского договора. Обычно ярославские курсанты показывают отличное владение техникой. Говорят, что лучшими в мире считаются не только отечественные ракетные комплексы, но и российские ракетчики. Марина Смарагдова, Михаил Орлов.